Добрый вечер, мои ненаглядные. Этот фильм я хочу назвать как, ну, допустим так, фэшн-провал. Все началось одним прекрасным весенним утром. Васюшка просто испачкала себе все маркером, вот, потом какой-то снимала тик-ток, видимо, а я просто радовался, что я рядышком с ней. И в этот момент я задумался, что я в очередной раз что-то снимаю и думаю о ютюбе. И решил поговорить об этом с Леной. Знаешь, что понял? Что? Что, мне кажется, я уже года полтора или два в фоновом режиме постоянно думаю про ютюб. Ой, как бы сейчас люди были в шоке от твоего вида за камерой. А что не так с моим видом? Покажи мне. Всю крутость этого кадра вы все равно не ощутили, как меня видит Лена. Вот в абсолютно усосном виде, как вы сейчас меня видели, только в руках у меня был. Смотрите, дорогой чехол Louis Vuitton, который мне подарила Лена. И вот я вот... Смотрите, про ютюб человек рассказывает. Кажется, я уже два года и полтора года ищу, чем бы вдохновиться на ютюбе. Мне нужно прическу новую и вдохновение. В то время Кейси Нестер просто пришел на ютюб. Я думаю, что он миллионы людей таких, как я, зажег. Я такой, блин, я тоже хочу так делать. И сейчас время шоу, когда все снимают на ютюбе шоу именно. А мне нравится просто их смотреть. Мне самому не хочется делать комментаут или что-то еще. И со влогами странная штука. Вот. Но я чувствую, что я где-то близко. Пока самое интересное, что я вижу, и что мне больше всего нравится, это Карамбэби. Обновляю частью те, которые какие-нибудь полубомжи где-нибудь в лесу ночуют, банки протухшие едят. А, мне просто нравится смотреть, да. Я просто хочу в поход пойти, но мне нужна для этого дружная команда каких-то пацанов. Я вот недавно Кирюху Саня позвал на баскетбол. Говорю, пойдем в баскетбол поиграем. Просто снимем в зал, поиграем в баскетбол. Они сказали, не, мы баскетбол не любим. Вот и все. Кирилл на плаву назови, ему сейчас это интересно. Так нет, не интересно плавание. Моим друзьям должно быть интересно, что интересно мне, иначе какие нахрен друзья. Зачем я должен разделять их интересы? Вот. В общем, понимаете, какие проблемы? Поэтому я нет друзей. У меня? До хрена друзей. Я спорю. Не подглядывайте. Так. Так, вы знаете, я нашел пароль 7 точек. Ой, никому не расскажете. Короче, завтра происходит дроп вот этих тапочек. Я их уже ждал, не знаю, сколько год. Я просто, ну, я вот, я мечтал для меня в обуви. Я так хочу обладать этим. Я уже год примерно хочу этим обладать. И они завтра на дропе будут стоить 7 тысяч рублей. Казалось бы, за такую относительную шляпу, да, тапки с дырками по огороду хейт, это многовато. Но они на фарфетч уже год висят. Вот они стоят. Ну, посмотрите, сколько они здесь стоят. Это же, это же просто обдрестаться. Ну, я завтра планирую встать в 9 утра, чтобы занять эту электронную очередь. Как вы думаете, получилось у меня купить? В конце фильма вы узнаете, но напишите прямо сейчас, как думаете, получилось? Я буду делать это впервые. И давайте держать пальцы крестиком, чтобы моя мини-мечта осуществилась. Я стал обладателем этих тапок. Так хочу. А у меня до этого была такая же цель. Это тапки вот эти. Вот это мне и хрена подарила. Также она подарила мне еще кроссовки хинкалины. Сейчас покажу. Я фанат упаковок, и это, конечно, это даже круче, чем Apple. Я таких коробок для кроссовок никогда не видел. Вы понимаете? Вы когда-нибудь видели такие кроссовки вообще? Посмотрите. Короче, абсолютная, абсолютная крутота. Чего там? Нет, нет поля. Так, и что можно туда делать? Ой, Питис, нет поля. Ох, ехать. Питис, это просто такое. Воздух? Да, воздух, не болись. Так вот, помимо тапок я мечтаю о крутой багажной сумке, чтобы в туры, ха-ха, туры, ездить сейчас, ну, с классной какой-то сумкой. Ну, прям, я не знаю, зачем мне это, но мне хочется. И виной всему рэп-клипы, я хочу себе какую-нибудь сумку, вот уже там года три, Louis Vuitton. И сейчас я поехал в ЦУМ. Пока двери не закрылись, я же не могу начать разговаривать. Ну, как говорится, еду в ЦУМ, еду в ЦУМ, еду в ТРАЗИ. Почему я наконец-то решил поехать за сумкой Louis Vuitton? Потому что Лена мне сказала, тебе нужна сумка, мне иногда нужна эта сумка багажная. Давай просто разделим стоимость пополам и купим ее на двоих. Я такой, круто, вау. Так я узнал, что у Лены есть собственные деньги. И, конечно же, поехал за сумкой. Я начал смотреть сумки 45-го размера, они пришли такие небольшие, красивые очень. И они подошли бы и мне, и Лене. Я начал их фоткать, показывать Лене, чтобы выбрать какую сумку. Но я понимал, что мне нужна не 45-й размер для туров, мне нужна 65-го размера. Она вот такая здоровенная, и Лене точно не подойдет. И пока мы думали, я пошел мерить еще кофты. Я вот обожаю кофты в Этмо, они очень красивые. Вот такую померил, показал Лене. Она сказала, ты как Слава Марлоу, тебе 35. Вот. Потом я вот такую померил. Я такой, блин, как она мне нравится. Мне она нравится абсолютно, кроме цены. Вот. И в итоге я померил. Как вам? Как вам кофта такая? Я померил и ушел. Вот, сфоткал, показал Лене и ушел. Не стал брать. Вот. И вот, рюкзак Гуччи. Я вот так обожаю. Особенно вот этот оранжевый. Смотрю на сайте, кладу в корзину, закрываю сайт. А потом я увидел эти ботиночки, они как у меня, только маленькие. Ааа. Вот. И, посмотрев все, я ушел из суммы. Ничего не купил. Просто пошел из суммы. Какая-то моя такая частая схема. Я как будто не могу решиться на покупку. То есть, если речь идет о Лене, Васе, покупке, подарке друзьям, вообще, просто по щелчку пальцев могу ее совершить. Но, когда речь заходит о себе, я не могу решиться. Пошел. Вот. Солнышко грелся, ждал машину. Пока моя машина катала круги вокруг этого суммы, не могла припарковаться. Я наслаждался солнышком. Но она просто, посмотрите, как круто. В Москве было, в центре города. Вообще. Да. И вот там где-то, где-то мой Mercedes-Benz подъезжал. Я запрыгнул в него и начал читать смс-ки, где Лена сокрушалась на меня. Ну, почему ты опять ничего не купил? Да почему? Не знаю. Спасибо большое. Здрасте. Ну, так, после абсолютно бесполезной поездки в ЦУМ, день закончился. И наступил следующий день. День, когда я должен был выиграть возможность купить тапки. Ну что же, время 8.36. Я на сайте adidas.ru оформил подписку, чтобы получить право на покупку вот этих, но в идеале вот этих босоножек. Подписка оформлена. Через 25 минут я узнаю, смогу ли я, есть ли право у меня купить такую обувь. Каждый день. Блин, я каждое утро начищал этим черной этой губкой свои... Ну, короче. И каждый раз... Извините, товарищ Майот, прерву вашу речь. 9.03, как вы видите, на часах. И никакая ссылка на покупку мне не пришла. Этот влог я назову фэшн-неудача, потому что больше фэшн-неудач за одно видео я нигде не терпел. Вот. Ну, собственно, все. Пойду смотреть дальше Майота. Да, в тот день ни один мой фэшн-проект не увенчался успехом. Все обломилось, но все уже решается. Скоро эти тапки будут у меня, скорее всего. Друзья помогут мне их достать. Вот. Осталось решить вопрос, нужна ли мне эта толстовка. А может мне нужна эта толстовка, в которой я, по мнению Лены, выгляжу как Слава Мерлоу. Поэтому никакого неуважения имеется в виду, что, ну, знаете, когда взрослый надевает что-то, что предназначено для 18-летних. И это смотрится немножечко кринжово. Вот. Ну, вы расскажите свое мнение. Какая толстовка по-вашему круче? Может, вы знаете, где бы эти тапки достать быстрее и не по оверпрайсу? Вот. А я потом сниму продолжение моей фэшн-эпопеи, чем все это закончилось. Вот. Спасибо, что посмотрели. хорошие мои. Обнял вас. И это с вами был я, фэшн-блогер Денис Кукарямка.